15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Война, которая длилась почти 10 лет и стоила жизни как минимум 14 тысяч советских солдат, окончилась в этот день. Для людей служивых 15 февраля не столько праздник, сколько день скорби по тем, кто на родину смог вернуться лишь в Цинковом гробу. Это день скорби и печали. А подрастающему поколению есть с кого брать пример, потому что это люди были самоотверженные, отважные, мужественные. Увы, но спустя десятилетия многие соотечественники уже и не помнят, ради чего наши солдаты 10 лет находились вдали от советских рубежей. С момента установления Демократической Республики Афганистана в стране вспыхнула гражданская война, где противниками социалистического государства стали вооруженные исламистские формирования – маджахеды. Афганские власти попросили СССР о помощи. Действительно встретились с людьми, настоящими мужчинами, которые проходили довольно тяжелую службу. Потому что у нас мы служили вообще в горах. То есть у нас объект находился на высоте 5300 на Памире. То есть это и нехватка кислорода, и тяжелые условия службы. Переносились достойные все. За годы присутствия советских интернационалистов молодой Афганской Республике удалось окрепнуть. Солдат начали уводить в 1986 году. После вывода войск советское правительство оказывало финансовую помощь Афганской Республике. Еще около трех лет. Афганское правительство просило остаться еще в войсках. Но уже страна не выдерживала просто большие деньги. Стратились на эту войну. Большие человеческие жертвы. И мы старались как-то сделать все возможное, помочь афганскому народу. Я считаю, что рано войска вывели. Потому что все вот этот поток наркотиков с Афганистана, это мы оттянули на 10 лет этой войной. Сейчас бы это было намного раньше у нас в стране. Оттянули на 10 лет советские солдаты и печальную судьбу Афганской Республики. После развала СССР страна лишилась поддержки и погрязла в гораздо более кровавой гражданской войне. Вооруженные конфликты теперь уже в Исламской Республике Афганистан вспыхивают до сих пор. Александр Бычков, Дмитрий Новопашин. Местное время.